Вернемся к приключениям Лебедева в Москве. Он поехал туда не дикарем, а по приглашению уже упомянутого Лаврентьева, который к тому времени возглавил ставший позднее легендарным ИТМ-ИВТ. Институт точной механики и вычислительной техники был изначально организован в 1948 году для вычисления механическим и ручным способом баллистических таблиц и выполнения прочих расчетов для Министерства обороны. В США к тому времени над аналогичными таблицами трудился ЭНИАК, и в проекте было еще несколько машин. Его директором стал генерал-лейтенант Бруевич по специальности механик. При нем институт был ориентирован на разработку дифференциальных анализаторов, так как другой техники директор не представлял. В середине 1950 года Бруевича, по советской традиции прямо через письмо Сталину, сменил Лаврентьев. Смещение произошло посредством обещания вождю в кратчайшие сроки создать машину для расчета ядерного оружия. Для этого он переманил к себе из Киева талантливого Лебедева, где тот как раз достроил Мессом. Лебедев привез 12 тетрадей, заполненных чертежами усовершенствованной версии машины, и сразу включился в работу. В том же 1950-м Бруевич нанес Лаврентьеву ответный удар, предложив ИТМ и ВТ братскую помощь со стороны Министерства машиностроения и приборостроения СССР. Министры посоветовали, как вы понимаете, отказаться варианта не было, ИТМ и ВТ сотрудничать с СКБ-245. То самое, где позднее директор Александров не желал по его цитате «видеть и знать уникальную машину Сетунь» и куда сбежал от Брука Ромеев. Не исчет МАШ, до этого разрабатывающего арифмометры, заводом САЭМ, который эти арифмометры выпускал. Довольные помощники, изучив проект Лебедева, немедленно внесли предложение, заявив министру Паршину, что сами осилят сделать ЭВМ. Министр тут же подписал приказ о разработке машины «Стрела», и втроем конкуренты кое-как успели завершить ее прототип как раз к моменту испытаний БЭСом. Шансов у СКБ не было. Производительность «Стрелы» не более 2 килофлопс, а БЭСом-1 выдавала больше 10 килофлопс. Министерство не дремало и заявило группе Лебедева, что жизненно необходимая для их компьютера партия ОЗУ на быстрых потенциалоскопах имеется лишь в одном экземпляре, и ее отдают «Стреле». Партию большего размера отечественная промышленность якобы не осилила, а БЭСом и так хорошо работает, надо поддержать коллег. Лебедев срочно переделывает память под устаревшие и громоздкие ртутные линии задержки, что снижает производительность прототипа как раз до уровня стрелы. Даже в таком кастрированном виде его машина наголову разбивает конкурента. В БЭСом было использовано 5000 ламп, в «Стреле» почти 7000. БЭСом потребляла 35 кВт, «Стрела» – 150 кВт. Представление данных в СКБ выбрали архаичное. BDC с фиксированной запятой. БЭСом же была вещественной и полностью бинарной. Укомплектованная передовой ОЗУ, она была бы на тот момент одной из лучших в мире. Делать нечего. В апреле 1953 года БЭСом была принята Госкомиссией, но… В серию не запущена, оставшись единственным прототипом. Для серийного производства выбирается «Стрела», выпущенная в количестве 8 экземпляров. В 1956 году Лебедев выбивает таки потенциалоскопы, и прототип БЭСом становится самой быстрой машиной за пределами США. Но в то же время IBM 701 превосходит ее по техническим характеристикам, используя новейшую память на ферритовых сердечниках. Известный математик Шура Бура, один из первых программистов «Стрелы», вспоминал о ней очень тепло. В отделении прикладной математики как раз была поставлена «Стрела». Машина работала плохо. В ней было всего тысячи ячеек, и работающий накопитель на магнитной ленте, частые сбои в арифметике и масса других проблем. Но тем не менее мы сумели справиться с задачей. Сделали программу для расчета энергии взрывов при моделировании ядерного оружия. Вообще архитектурные решения этой машины сейчас практически забыты. А напрасно. Они великолепно демонстрируют своеобразную техническую шизофрению, которой приходилось следовать разработчикам во многом не по своей вине. Для тех, кто не в курсе дела, в СССР, тем более в военной области, которой относили в Союзе все компьютеры до середины 1960-х, нельзя было официально ничего не построить, не изобрести, действуя свободно. На любое потенциальное изделие группа специально обученных бюрократов сначала выдавала техническое задание. Не уложиться в ТЗ, даже самое странное с точки зрения здравого смысла, было в принципе невозможно. Даже гениальное изобретение было бы не принято правительственной комиссией. Так, в ТЗ к стреле было указано требование обязательной возможности работы со всеми узлами машины в толстых, теплых рукавицах. Смысл чего разум постичь не в состоянии. В результате разработчики извращались как могли. Например, пресловутый накопитель на магнитной ленте использовал бобины не общемирового стандарта 3х4, а 12,5 см, чтобы их можно было зарядить в меховых варежках. Кроме того, лента должна была выдерживать рывок при холодном старте накопителя по ТЗ минус 45 градусов по Цельсию. Поэтому она была сверхтолстой и очень прочной в ущерб всему остальному. Как накопитель может иметь температуру в минус 45 градусов, когда в шаге от него работает ламповая батарея мощностью 150 кВт, составитель технического задания определенно не подумал. Зато секретность СКБ-245 была параноидальная, в отличие от проекта БЭСМ, который Лебедев сделал со студентами. В организации функционировало 6 отделов, которые обозначались номерами, до того они были секретны. Причем самый главный первый отдел. По традиции позже во всех советских учреждениях существовала эта самая первая часть, где сидели специально обученные люди из КГБ и секретили все, что можно. Например, в 70-е первые отделы отвечали за доступ к стратегической машине, к оперовальному аппарату. А то вдруг сотрудники начнут крамолу размножать. Весь отдел занимался ежедневно проверками всех прочих отделов. Ежедневно сотрудникам СКБ выдавались чемоданы с бумагами и прошитыми, пронумерованными, опечатанными тетрадями, которые по окончанию рабочего дня сдавались. Тем не менее, от чего-то такой выдающийся уровень бюрократической организации не позволил создать не менее выдающуюся машину. Из этой истории Лебедев извлек два ценных урока. И для производства следующей машины М20 он подался к обласканным властью конкурентам в то самое СКБ-245. А для протекции назначает своим замом высокого чина из Министерства Сулима. После чего начинает с тем же пылом топить конкурирующую разработку Сетунь. В частности, ни одно КБ не бралось разрабатывать жизненно необходимую для серийного производства документацию. Позднее злопамятный Бруевич нанес Лебедеву последний удар. Работа коллектива М20 была выдвинута на соискание Ленинской премии. Однако работу отклонили по неназванным причинам. Дело в том, что Бруевич, бывший тогда чиновником госприемки, записал в дополнение к акту о приемке ЭВМ М20 свое особое мнение. Сославшись на то, что в США уже работает военный компьютер IBM Naval Ordnance Research Calculator, НОРК, якобы выдающий более 20 килофлопс. В реальности не более 15. И забыв о том, что в М20 1600 ламп вместо 8000 в НОРК, он выразил большое сомнение в высоких качествах машины. Естественно, спорить с ним никто не стал. Лебедев усвоил и этот урок. И уже знакомый нам с Улим стал не просто замом, а генеральным конструктором следующих машин М220 и М222. На сей раз все прошло как по маслу. Несмотря на многочисленные недостатки первых серий, убогая к тому времени в феррит транзисторная элементная база, небольшой объем оперативной памяти, неудачная конструкция пульта управления, большая трудоемкость производства, однопрограммный пультовый режим работы, С 1956 по 1978 годы было выпущено 809 комплектов этой серии. Последние из них, устаревшие на 25 лет, монтировались еще в 80-е. Интересно, что BESM-1 нельзя считать чисто ламповой. Во многих блоках анодной цепи были использованы не лампы сопротивления, а ферритовые трансформаторы. В целом, итог первого этапа компьютерной гонки подвел в 1955 году ЦК КПСС. Результат погони за креслами академиков и фондами был неутешительный, что подтверждается следующим отчетом. Отечественная промышленность, выпускающая электронные машины и приборы, недостаточно использует достижения современной науки и техники и отстает от уровня аналогичной промышленности за рубежом. Особенно ярко это отставание проявляется в деле создания быстродействующих счетных устройств. Работа организована в совершенно недостаточных масштабах, не позволяющих догнать и тем более опередить зарубежные страны. СКБ-245ММИП является единственным промышленным учреждением в этой области. В 1951 году в США имелось 15 типов универсальных быстродействующих цифровых машин, общим количеством 5 больших и около 100 малых машин. В 1954 году в США имелось уже свыше 70 типов машин, общим количеством выше 2300 штук. Из них 78 больших, 202 средних и свыше 2000 малых. У нас же в настоящее время имеется лишь два типа больших машин, БЭСМ и Стрела, и два типа малых машин, АЦВМ-М1 и ЭВ. И в эксплуатации находится лишь 5-6 машин. Мы отстаем от США по качеству имеющихся машин. Основная наша серийная машина Стрела по ряду показателей уступает серийной американской машине IBM 701. Часть имеющихся сил и средств тратится на выполнение малоперспективных работ, отстающих от уровня современной техники. Так, изготовленный в СКБ-245 электромеханический дифференциальный анализатор с 24 интеграторами, представляющий собой исключительно сложную и дорогую машину, имеет по сравнению с цифровыми электронными машинами весьма узкие возможности. За рубежом от изготовления таких машин отказались. Советская промышленность отстает от зарубежной также и по технологии производства вычислительных машин. Так, за рубежом широко выпускаются специальные радиодетали и изделия, применяющиеся в счетных машинах. Из них на первом месте следует указать германиевые диоды и триоды. Производство этих элементов успешно автоматизируется. Автоматическая линия на заводе General Electric выпускает 12 миллионов германиевых диодов в год. На конец 50-х годов склоки и раздоры среди конструкторов, связанные с попыткой добиться от государства побольше финансирования под свои проекты и утопить чужие, так как количество кресел в АН не резиновое, а также низкий технический уровень, с трудом позволяющий производить настолько сложное оборудование, привели к тому, что на начало 60-х парк вообще всех ламповых машин СССР был следующим. Кроме этого, до 60-го было выпущено несколько специализированных машин М17, М46, Кристалл, Погода, Гранит и тому подобные. Суммарно не более 20-30 штук. Самая массовая ЭВМ Урал-1 была также и самой маленькой, 100 ламп, и медленной, около 80 флопс. Для сравнения, IBM 650, бывший сложнее и быстрее почти всего перечисленного, был произведен к тому времени в количестве более 2000 экземпляров, не считая других моделей только этой компании. Уровень нехватки вычислительной техники был таков, что когда в 1955 году был создан первый в стране специализированный вычислительный центр ВЦАН СССР с целыми двумя машинами «Бессом-2» и «Стрела», компьютеры в ней работали круглосуточно и не могли справиться с потоком задач. Одна важнее другой. Дошло опять-таки до бюрократического абсурда. Чтобы академики не передрались за сверхценное машинное время и по традиции для тотального партийного контроля всего и вся, просто на всякий случай, план расчетов ЭВМ утверждал, причем понедельно, лично председатель Совета Министров СССР Булгарин. При этом битва академиков за лампы происходила на фоне потрясающей грамотности руководителей. По словам Лебедева, когда в конце 1940-х он встретился с представителями ЦК Компартии в Москве, чтобы объяснить им важность финансирования ЭВМ, и рассказал о теоретической производительности «Мессом» в «1 килофлопс», чиновник долго размышлял, а затем выдал гениальное. «Ну вот, получите деньги, сделайте на них машину, она мигом пересчитает все задачи, что потом с ней делать будете, выбросите». После этого Лебедев обратился в АН УССР и уже там нашел нужные деньги и поддержку. К тому времени, когда по традиции, посмотрев на Запад, отечественные бюрократы прозрели, поезд чуть было не ушел. «Мы успели произвести за десятилетия не более 60-70 компьютеров, да и то до половины экспериментальных». В итоге, к середине 1950-х годов сложилась удивительная и печальная ситуация. Наличие ученых мирового уровня и полное отсутствие серийных компьютеров аналогичного уровня. В результате при создании компьютеров ПРО СССР пришлось полагаться на традиционную русскую смекалку, причем подсказка, в каком направлении копать, пришла с неожиданной стороны. В Европе есть небольшая страна, часто игнорируемая теми, кто поверхностно знаком с историей техники. Часто вспоминают немецкое оружие, французские автомобили, английские ЭВМ, но забывают, что было одно государство, благодаря своим уникально талантливым инженерам, добившимся в 1930-х-50-х годах не меньших, если не больших, успехов во всех этих областях. После войны оно, к счастью для СССР, прочно вошло в его сферу влияния. Речь идет о Чехословакии. И именно о чешских компьютерах и их главной роли в создании ракетного щита страны Советов мы поговорим в следующем видео. Продолжение следует...